Здравствуйте, уважаемые друзья! Занимаясь созданием всех этих видео, посвященных классическим американским авто, я едва не упустил из виду важнейшее событие в мире современных маслкаров, произошедшее буквально пару дней назад. Dodge представил миру обновленный к 2020 модельному году Charger. Уже осенью компания начнет принимать заказы на новую модель, а первые поставки покупателям намечены на начало будущего года. Как вы сами видите, новый Charger не так уж сильно отличается от существующего. Тем не менее, одна версия модели вполне заслуживает особого внимания. Встречайте Charger SRT Hellcat Whitebody, который Dodge называет самым быстрым серийным седаном в мире. Точнее, не серийным, а массово производимым. Таким способом, видимо, компания пытается дистанцировать Charger от мелкосерийных сверхмощных машин, например, таких как Bentley Flying Spur с его 333 километрами максимальной скорости. Charger SRT Hellcat Whitebody, как становится ясным из названия, имеет расширенный по сравнению со стандартным кузов на 3,5 дюйма или почти на 9 сантиметров, благодаря чему появилась возможность установки резины Pirelli 305 ширины и 35 высоты на 20 дисках. Под передними колесами скрываются мощнейшие шестипоршневые тормозные машины Brembo. Автомобиль также снабжен уникальной регулируемой адаптивной подвеской Billstein с тремя предустановками, которая вместе с новыми сверхширокими колесами обеспечивает превосходное поведение машины, по словам компании, на городских улицах и на спортивных трассах. Как известно, любое превосходное поведение машины можно прочувствовать самому, что мне вряд ли удастся в обозримом будущем, а можно сослаться на цифры производителя. А они в данном случае действительно впечатляют. Мотивацию Charger обеспечивает старый добрый Hemi Hellcat V8, присоединенный к 8-скоростному автомату Torchlight. 6,2-литровый силовой агрегат выдает те же, что и раньше, лучшие в классе, по словам Dodge, 707 л.с. мощности и 881 Нм крутящего момента. Однако динамическая производительность машины благодаря той самой уникальной подвеске, более широким колесам, а также кое-каким прочим нововведением улучшилась. Одной из таких новых фишек, к слову, стала система Race Cool Down, или гоночное охлаждение, принудительно заставляющая работать насос интеркулера и вентилятор радиатора для дополнительного охлаждения компрессора. Также на автомобиле присутствует система Line Lock, блокирующая передние колеса для облегчения прогревочного бернаута, и Launch Control, упраздняющий эффект Wheel Hook, то есть вертикальное колебание ведущих колес во время жесткого старта. Что касается цифр, то они следующие. Разгон с места до 60 миль в час или до 96,6 км в час Charger SRT Hellcat Widebody осуществляет за 3,6 секунды. Четверть мили машина проходит за 10,96 секунды. Поперечное ускорение на стандартном скитпаде достигает 0,96 g. Также Dodge сообщает, что в ходе тестирования на гоночном треке протяженностью 3,4 км новый Charger оказался на 2,1 секунды быстрее уходящей модели, что примерно равняется 13 корпусам машины. Именно эти цифры позволяют Dodge сделать вывод, что Charger SRT Hellcat Widebody 2020 модельного года является самым мощным и самым быстрым массово производимым четырехдверным седаном в мире. Пакет Widebody также можно заказать для более мягкой комплектации Chargers Cat Pack, вооруженный 6,4-литровым V8, мощностью в 485 л.с. и крутящим моментом в 644 ньютон-метра. Такая модель может пройти квотер за 12,4 секунды, сделав первые 60 миль за 4,3 секунды. Продолжение следует... Продолжение следует...